Вообще, я считаю, что структуризация, она важна как для ребенка, так и для взрослого. Это реально, в общем-то, ключ ко многим вещам. Но, опять-таки, есть люди такие, знаете, истероидные, очень хаотичные, им вообще нафиг не сдалась эта структуризация. Хотя, для того, чтобы их уравновесить, я считаю, что им нужна структуризация. Но это отдельная тема. В общем, смотрите, допустим, даже если мы возьмем фотоискусство, я помню, я брала два частных урока у фотографа, это было давно, но он очень хаотично все объяснял, у него в голове не было структуры, и, соответственно, эта история оказалась безрезультатной в моем случае. Вообще, очень много фотографов, которые самоучки, но они не структурируют информацию, поэтому они не могут ее, допустим, передать им имя. Вот, и, допустим, если бы я обучилась этому делу в структурном формате, я уверяю, что это бы сработало. Теперь приведу отдельный личный пример. В общем, когда я училась в школе, я не знаю, почему так было принято по умолчанию, что на физкультуре ничего не объясняли, меня это вообще раздражало. Я ни черта ничего не понимала, как играть в этот баскетбол, какие правила, какая техника, как кататься на лыжах, то есть нам просто говорили, встал на лыжи и пошел. Я приходила самое последнее, до определенного момента. На тот момент я занималась частными уроками классического танца, и эта дама как раз-таки была очень структурная, с немецкими корнями, сами понимаете, и, в общем-то, я уже тогда подсела на структуру. И я также знала, что она очень много лет занималась лыжами, она очень хорошо в этом разбиралась. Как вы думаете, что я сделала? Я обратилась к ней, чтобы она меня обучила хотя бы какой-то основе катания на лыжах. У меня было с ней всего два урока, после чего я реально это поняла. И я приходила уже не последняя, я приходила в середине. Вот и делайте выводы. Хорошего дня!